Игорь, мы с коллегой только что обсуждали предстоящий саммит БРИКС, который пройдет в Казани, в частности роль Турции. Разные мнения звучат. Некоторые говорят, что Турция станет членом БРИКС. Я слышал, что в самой организации считают, что предыдущее такое крупное расширение надо как-то переварить. Поэтому вряд ли стоит ожидать на этом саммите новых членов. Вот ваше мнение об этом? Ну, я думаю, что действительно ожидать новых членов действительно не стоит. Потому что организация должна, что называется, устаканиться, понять вообще рамки и границы своего формата взаимодействия. И текущий год председательства Российской Федерации в БРИКС – это первый год, когда мы проходим эту стадию, можно сказать, притирания друг другу в новом составе. И даже в новом составе мы уже понимаем, что есть и звучат различные голоса относительно того, стоит ли расширяться уже в ближайшее время или стоит подождать с этим процессом и, что называется, не напирать. Да, единственное, к чему в данном случае, с учетом даже уже расширения участников сходятся страны-члены организации, это к тому, что необходимо институализировать и формализировать статус определенного партнерства с организацией БРИКС. И в данном случае наверняка мы увидим, что результатом саммита станет обретение рядом стран официального статуса партнера государственного члена БРИКС. Я вот к Олегу Анатольеву рассказал, что недавно был на одном экспертном обсуждении, там такое мнение звучало, что в БРИКС, кроме России и Ирана, никто не воспринимает США как врага, противника. И вот в этом ключе интересно, что, вот ваше мнение, какие ожидания у России от БРИКС, что это станет как бы альтернативной западно-финансовой экономической модели, как бы структурой, или это будут какие-то новые партнеры-союзники в борьбе с Западом? Вот что ожидает Россия от БРИКС? Ну, никто не говорит о том, что БРИКС это организация, которая направлена против, БРИКС это организация, которая направлена за. Даже если есть какие-то разногласия или противоречия по определенным вопросам в Соединенных Штатах Америки, то формат работы БРИКС не против, а вместе. То есть, например, если брать ту же самую мировую валюту и финансовую архитектуру, то БРИКС не говорит о том, что надо отменить МВФ, он говорит, что надо перераспределить голоса, которые существуют внутри Международного валютного фонда. БРИКС говорит, что не надо отменять передущие платежные системы, мы можем сделать свою платежную систему, которая будет работать вместе с той платежной системой, которая уже существует. И так по целому ряду других вопросов. Единственное, против чего выступает БРИКС, и мы это видим постоянно в повестках саммита, это против односторонних незаконных ограничительных мер в обход Устав ООН. Поэтому БРИКС выступает, опять же, за Устав ООН, БРИКС выступает за равноправное взаимодействие государств в международном общении, ну и так далее, и так далее, и так далее. Ну вот смотрите, согласен с вами, страны, политические власти этих стран выступают против односторонних санкций, но как мы видим, бизнес вот этих стран зачастую вынужден играть по тем правилам, которые установлены на Западе, дабы не попасть под вторичные санкции. Вот вы уже упомянули механизм, да, такой альтернативный, свифтовый, такой вот платежный, финансовый. Но многие эксперты считают, что создание этого инструмента, это будет означать фактически крах американской гегемонии в мире, и американцы всячески будут этому противодействовать. Вот на ваш взгляд, вот вы видите, я не говорю сейчас даже про Россию, да, про других крупных игроков БРИКС, вот вы видите у них политическую волю все-таки пойти на этот шаг, осознавая все плюсы и возможные риски и угрозы, вот лично для них, для их экономик. Ну, надо здесь говорить о том, что процесс растянут во времени, и БРИКС не действует одномоментно, БРИКС не говорит о том, что вот в течение трех лет нам необходимо сделать вот это, вот это, вот это, вот это, и это будет у нас крайней рамкой, да, то есть в данном случае речь идет о поступательном и планомерном развитии своего потенциала, да, в том числе в сфере, та же самая цель по дедоларизации, да, это очевидно, что если какой-то инструмент используется как дубина, который, вроде бы как, говорили, что он будет общий и для всех доступный, да, если какой-то этот инструмент в виде доллара, например, да, начинает использоваться именно как оружие, то в таком случае начинаются меры противодействия, причем меры противодействия не такие, как давайте везде отменим доллар, а давайте мы просто будем взаимодействовать между собой, вот есть третья сторона, если мы постоянно делали вот так через третью сторону, мы можем же делать напрямик, в таком случае. И третья сторона зарабатывала, но об этом фактически ничего не делая, но зарабатывала. Ничего не делая, но зарабатывала, да, то есть речь идет, например, о той же новой, о принципах новой системы расчетов, которая позволит до 6%, например, экономит на транзакциях между бизнесами стран-участников БРИКС, да, и это действительно привлекательная вещь, не только с точки зрения какой-то там имиджевой, там не столько с точки зрения кто-то там против Америки или против там евро, например, или там еще каких-то валют, а чисто практическая даже выгода, и, ну, это привлекательно для других стран, а что мы видим с учетом того, сколько стран желает присоединиться БРИКС и сколько стран приедет на саммит в Казань. Вот недавно в Москве прошел другой саммит, саммит лидеров стран СНГ, Содружества, и понятно, что вот такое крупное событие опять вызывает вот такие дебаты, обсуждения в экспертной среде, насколько нынешним соответствует нынешним реалиям СНГ, не мешает ли он уже евразийская интеграция, например, в рамках ЕАЭС, хотя, с другой стороны, мы видели, что президент Казахстана выдвинул идею такую СНГ-плюс, опять же, стало непонятным, кто вот в этот СНГ-плюс может быть. Вот ваше мнение, вот и про этот СНГ-плюс, и в целом, вот нету ли сейчас вот на данный момент вот такого противодействия между СНГ и ЕАЭС, потому что, я почему это упоминаю, в том же самом СНГ есть безвизовый режим, есть зона свободной торговли, это как-то убивает у таких стран, например, как Узбекистан или Азербайджан или других, кроме Таджикстана, желание вступать в ЕАЭС, если можно все и так получить. Я бы завершая тему и переводя мостик с темы БРИКС на тему СНГ, сказал бы, что СНГ показал свою монолитность и органичность тем самым, что все лидеры стран, членов СНГ подтвердили свое участие, будут принимать участие в саммите БРИКС в Казани. А сам по себе саммит БРИКС в Казани, он будет, наверное, на мой взгляд, на моей памяти, наверное, наиболее крупным международным мероприятием с точки зрения политического, я не говорю про Олимпиаду или Чемпионат мира по футболу, именно политического характера после, наверное, саммита G20 в Петербурге в 2013 году. То есть, чтобы приехало 20 с лишним лидеров стран в Россию, причем в непростых условиях, это действительно очень мощно. Ну и что касается СНГ, то надо не забывать, что СНГ это наиболее репрезентативная площадка на постсоветском пространстве. То есть, ни в ЕАЭС, ни в ОДКБ, ни в союзное, понятное, государство, ни в иные формы интеграции, ни в среднеазиатские, ни в иные формы, не входит такое количество участников постсоветского пространства, как в СНГ. И поэтому, говорит о том, что площадка как-то конкурирует, но просто у нее разные направления, разный функционал. Понятно, что история СНГ касалась условно цивилизованного развода стран Советского Союза на период двух десятилетий после, но мы понимаем, что в СНГ сейчас поднимаются вопросы технологического суверенитета, в СНГ поднимаются вопросы культуры, гуманитарных обменов. Но те же вопросы и в ЕАЭС обсуждаются. Ну, в ЕАЭС не говорится. А сообщественность экономики, вот зона свободной торговли в СНГ есть. Ну, ЕАЭС, например, не говорит о признании взаимным дипломов образования, да, то есть ЕАЭС не говорит там о, допустим, общем политическом пространстве, как того подразумевает СНГ. Потому что условно СНГ напрямую говорит о том, что страны координируют свои вопросы, в том числе внешней политики. Другое дело, как это реализуется, но есть уставные цели, да, и мы понимаем все. ОДКБ такое же есть, но опять же мы видим, что ОДКБ еще более тесный союз должен быть в отличие от СНГ, но там тоже вот этого общего координации мы не видим. Да, но на площадке ОДКБ, например, вы не будете говорить про то, как развивается у нас экономика и как у нас развиваются культурные связи. На площадке ЕАЭС вы не будете говорить о том, как нам развивать политику, как нам развивать безопасность, как нам развивать антитеррористический трек. На площадке СНГ мы можем говорить и за формат ОДКБ, и за формат ЕАЭС, и причем мы об этом будут говорить и обсуждать лидеры не там пяти стран ЕАЭС, не шести стран ОДКБ, а лидеры девяти стран. Да, действительно, прозвучало достаточно, ну, интересно, скажем так, что же это за формат возможный СНГ+, с учетом того, что были институризированы форматы стран-партнеров, например, да, недавним совсем. Вот, но пускай это останется загадкой президента Казахстана. Может, он в кулатах раскрыл или там за закрытыми дверями? Да, кто это там? Что он подозревал? От Монголии до Кувы, от Волги до Енисея. Но факт остается фактом, то есть СНГ действительно не все так гладко, да, но и вообще многие говорили, что организация, ну, можно сказать, исполнила свою роль и фактически заведает после того, как, ну, страны уже обрели свою самостоятельность, суверенность и, по сути, начали, кто получать плюс от АКП, кто от ЕС. Но на самом деле мы видим, что, ну, относительно, может быть, не второе дыхание, но готовность к этому среди государств-участников присутствует. И неоднократные встречи в течение года, мы знаем, что еще впереди встреча, традиционная предновогодняя встреча в Санкт-Петербурге, неформальная, государственная СНГ. Поэтому наиболее презентативная, наиболее подходящая для бесед по любым вопросам. Я уже затонул саммит СНГ в Москве. Он отличился и вот двусторонними переговорами армяно-российскими, визитом премьер-министра Армении Николы Пашиняна. Разные договоренности были, начиная от вывода российских пограничников с КПП на границе с Ираном и при этом начало совместного патрулирования армяно-иранской и армяно-турецкой границ. Это очень много обсуждений в Армении вызвало. И вторая тема, которая приковала внимание в Армении, не только в Армении, это то, что все-таки не произошла трехсторонняя встреча лидера в Армении Азербайджана при посредничестве России, хотя российская сторона этого хотела, азербайджанская сторона была не против, но хоть прямо не назывался виновник, но намекали российские официальные лица, что это фактически была Армения. Вот ваш взгляд, как вы оцените этот визит и вот те пункты, которые я обозначил? Ну, в политике часто бывает так, что работает принцип «не важно, как это было, важно, как это показали по телевизору». Да, то есть, можно сказать, да, в заголовках, что… Ну, по телевизору показали квадроберы, вы фактически все информационное поле, что Россия, что Армения, и не только, почему-то, оставив все эти вопросы, начали обсуждать вот эти коды. Вирусные слова, которые во многом… Если бы все было так хорошо, и у нас была бы в контексте обсуждения только проблем квадроберов, то все было бы прекрасно. Но, к сожалению, спектр двусторонних отношений, особенно если мы берем трек военно-политический, трек безопасности, трек взаимодействия по линии уже гражданских обществ, да, то здесь есть вопросы, и они остаются во многом нерешенные, да. И если мы говорим, что за выводом российских пограничников, там, с КПП на границе с Ираном, затем следует новость о том, что совместное патрулирование, то вопрос, что оно может быть в какой-то момент и свернуто, да. Так же, как была у нас мониторинговая миссия в Карабахе, российская, да, миротворческая, да. Она была заменена, там, подменена, как-то, реституция произошла с помощью мониторинговой миссии ЕС. Не понятно, что она там делает, но, тем не менее, как бы какие-то отчеты пишут, там, и заявление делает. Поэтому говорить о том, что визит прошел на высокой ноте с точки зрения вот этих вот вопросов политических и безопасности нельзя, да. То же самое, если мы берем возможность гипотетическую трехстороннюю встречу или по-прежнему вот эти заявления, звучащие, что, да, сам это КОП-29 в Баку, в Азербайджане, там, удастся подписать мирный договор, но какие-то призрачные иллюзии, может быть, кто-то и питает, но навряд ли об этом стоит говорить. И, наверное, сигналом к этому или очередной иллюстрацией к этому послужило отсутствие трехсторонней встречи президентов, глав государств Армении, Азербайджана и России в Москве. Ну, вот смотрите, скоро ожидается встреча в Казани, и Пашиневный Алиев там будут. Российская сторона будет продолжать прилагать усилия в этом направлении? Или уже в России поняли, что в нынешних реалиях армянская сторона на это не пойдет, и поэтому будут оставить фактически дело на самотеку? Вот ваш личный взгляд на это. Ну, действительно, все три главы государства там будут. Известно, что отдельно запланированы встречи именно премьер-министра Армении и президента России на палях саммита. Вопрос по встрече трехсторонней, он остается открытым. Ну, надо иметь в виду, что это площадка, которая предполагает урегулирование кризисных вопросов, и стороны будут способствовать. Но, безусловно, вопрос Закавказьи и проблем территориальных споров между Арменией и Азербайджаном, вопрос мирного договора, он не является, наверное, предметом большой заинтересованности других стран, таких как Эфиопия или, например, Китай. С другой стороны, конечно, те, кто поближе, там тот же самый Иран, присутствующий там в качестве приглашенного участника Турция, они будут заинтересованы, разумеется, в каком-то либо движении, либо недвижении, хода дела по этому вопросу. И последний вопрос. Сегодня была встреча президента России и Ирана. Вот вы уже упомянули о том, что Иран заинтересован. Сегодня президенты обоих стран признали, что интересы двух стран во многом совпадают по различным вопросам международной повестки. На ваш взгляд, можно ли ожидать, что в регионе, в нашем регионе, эти две страны будут более-менее координированную политику вести, учитывая, что во многом против их интересов там Запад действует. Вот недавно Брайан, высокопоставленный представитель Госдепа, даже прямо заявлял, что они против какой-либо системы безопасности в регионе, которая основана на России и Иране, вот упоминаю, и много других заявлений. Вот можно ли ожидать, и хотя у них очень хорошее отношение с Турцией, но опять же, ни Россия, ни Иран не заинтересованы в том, чтобы как бы Турция стала единовластным таким гегемоном в регионе Южного Кавказа, чтобы какой-то совместной кондинированной политикой, чтобы как-то выправить ситуацию и баланс сил нынешних. Ну, мы понимаем, что предстоящая встреча в Казани – это вероятная площадка для того, чтобы между Россией и Ираном был заключен договор стратегического партнерства, и две страны обрели вот эту ситуацию уже не формально, как-то на словах, а на бумаге непосредственно. И, конечно, стороны наращивает сотрудничество. Уже была неоднократная встреча официальных лиц России с президентом новоизбранным, в том числе и председателем правительства России. Михаил Мишустин совершал визит в Тегеран. Уже были общения и коммуникации на этих полях. Сегодня в Туркменистане это произошло. Очередная встреча будет в Казани. Безусловно, стороны уже подходят к этому. И у России, и у Ирана есть общие вызовы, действительно, в лице Запада. Иран вообще сейчас, как член БРИКС, находится, можно сказать, готовится, наверное, стать в состоянии вооруженного конфликта войти. Мы понимаем, что эти риски крайне высоки. И угроза суверенитету Ирана со стороны ряда западных стран, со стороны Израиля, она действительно существует. Иран старается действовать мультилатерально. Он пытается всячески сбежать крупной войны, но при этом и эту войну ему как-то навязывают. Да, навязывают. И цель, естественно, и России, и цель Ирана избежать этого конфликта, который очередной в исполнении интересов Запада здесь настрой сделает. В этом отношении стороны должны всячески сделать, чтобы этого избежать. Ну и партнерство, безусловно, Иран также является региональным игроком, который настроен на позитивное решение вопросов, связанных с армяно-азербайджанскими отношениями.